Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И вам, Андрей Борисович, мы, конечно же, хотим пожелать новых творческих успехов, новых, замечательных, интересных работ, большого здоровья, конечно, и ждем с огромным нетерпением новые ваши творения, новые ваши замечательные. Хочу предоставить слово, у нее тоже очень много регалий, почетному академику Российской Академии Художеств, арт-директору, всеми наших, нами любимого Мухадина Кишева. Я хочу предоставить слово Жаклин Дианимос. Спасибо. Спасибо, Елена. Ну, хочу поздравить Андрея с этой ретроспективной выставкой от Мухадина и лично от себя. Я в восторге, я посмотрела во всех эти залы и думаю, как это замечательно, когда художник может показать всю историю его творчества, что эти картины сохранились, и мы можем видеть развитие художника. Художник не стоит на месте, его молодые академические работы, и мы видим это развитие, это, конечно, зрелище. И мне очень понравилось видеть молодые работы, картины его супруги, Айгола, которые я никогда не видела. Много современной работы я видела на интернете, конечно. Я имела такой приятный случай, когда несколько лет назад я была в Франкфурте, и я присутствовала совсем случайно на его выставке. Там я так гордилась, думала, что это наша земля, в которой его выставка идет в Франкфурте. И, конечно, он признан не только у себя на родине, но тоже в других странах Европы. То, что мне очень нравится в творчестве Андрея, это его тонкие чувства юмора, которые любят, все, которые мы общаемся с ним, мы знаем, что у него это тонкие чувства юмора есть. Мне, как Андричанка, очень-очень мне нравится. И потом, конечно, во всех его картинках, это его колорит. Он большой-большой колорист. Везде такой гармоний, такой сложный колорит. И это сопровождает ему во всех его творческих развитиях. Это видно его рамы, работа, которые там в воскресенье. В воскресенье, ну, вот эта, которая большая, большая картина там. Эта старушка там, и такой сложный, нежный колорит там. И это его чувство колорита сопровождает его до его самой современной работы, где он работает даже на дерево. Так что хочу поздравить еще раз Андрея с такой замечательной жизненной работой, которую мы здесь, в Натчике, имеем это удовольствие смотреть и участвовать в этой выставке. Спасибо. Слово председателя Союза художников Кабардино-Балкарской республики, Кануковой Жанне Нажмудиновне. Добрый вечер всем. Очень, очень радует такое количество гостей сегодня на этом. Андрея представлено. И когда человек талантлив, то он талантлив с самого начала, с самого рождения. Любой, начиная с Академии художеств, вы видите, что Андрей Калкутин уже тогда был Андреем Калкутином. Я поздравляю, Андрей, вас, желаю вам дальнейших успехов. Я поздравляю нас и очень, как Джеклин сказала, вот наш земляк представляет республику на мировом уровне. Это гордо. И пусть так дальше и будет, и пусть у нас будет много таких художников и много таких авторов. Успехов! Я хочу предоставить слово другу художника, писателю, журналисту Тейхову. Спасибо, что Андрей писал уже в этом раз и много. Здесь и Берман, я хотел бы пробовать, а вот там самый писатель, там Акберман есть, ссылка там на одной из работы. И, конечно, Каса. И вот Андрей, творчески сам перерабатывает все эти сюжеты. И все сюжеты из его головы. Это, я не знаю, когда он последний раз на улице. Я не знаю. Я не помню. А я понимаю, то есть это все из головы. То есть человек все это рождает в своей голове, а потом уже переносит на полотно. И с той стороны цирковые работы, это вот клоун, это он сам в разных... А, сейчас. А, сейчас. А, сейчас. А, сейчас. Очень много художников, и я хочу с удовольствием предоставить слово народному художнику Кабарина Балка. Я очень горден тем, что у нас есть Андрей Калкутин. Есть работа, и дай Бог, много, много еще народу. Леонтьевой Нине Григорьевне, заведующая экспозиционно-выставочным отделом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Дорогие друзья, ну, эту выставку, эту экспозицию выставки, мы, в общем-то, с Андреем вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчик, я хотел, чтобы развешивать его не пилоседы. Да, мы учтем, на следующий раз учтем. Ну, должна сказать, что вот эта выставка, третья персональная выставка в залах нашего музея. Но нам повезло, потому что вообще-то эта выставка должна была в этом году состояться в Дании. За его принятие мы приглашали за причины последних лет. Но вот с теми причинами, которые вы понимаете, то есть не только экономическая блага, да, но и культурная блага, да, она была объявлена. Ну, благодаря такой удаче, мы имеем возможность познакомиться с творчеством Андрея. Ранее, где, собственно, почти 40 лет в творчестве деятельности. И вот эта разнообразная тематика, которая нас касается, собственно, я так хотел бы, конечно, говорить, что, в общем-то, эти базы супрематические формы Малевича, которые он считает, например, охлажденным, или когда-нибудь только был человеческим чувством, своими эмоциями. Поэтому, вот, смотрите, на все его работы в этой точке зрения. Ну, в общем-то, не дожидаясь нашего открытия, у нас уже тут было паломничество, нам приходили студенты, колледжи, мальчишки-пятые, ну, просто, вот, ну, и, конечно, было бы, что называется, потому что не знают, что такое Малевич, что за супрематический формат, в общем-то, в библию они не знают. Ну, в общем-то, выставка дает возможность, вот, вообще, наша молодежь, колледж, или вообще, попушек с Винкапом, приобрететь сюда, и они получат на этой выставке очень много. Всем приглашаю вас. Слово художнику Андрею Калкутину. Начнем с того, что это у меня первая выставка ретроэспектива. И поэтому хотел поделиться с вами, друзья, своим, будем говорить, поиском, и, как бы, чтобы познакомились, какой у меня был путь вообще, ну, в краткости. От Академии Пудовск, где я учился, у меня просто остались там каким-то образом несколько рисунков, и поэтому я решил выставать их хоть раз в жизни здесь и исходить от этих рисунков, от школьной скамьи, потом со своими периодами, которые переходил из одного в другой. Ну, это такая, будем, миниатюрная, это мини-выставка, потому что каждый период на их искании было достаточно много картин, посвященные или провинциальной провинции, провинциальному периоду, или, как в Москве говорят, это крестьянскому периоду, но я говорю, нет, какой крестьянский, провинциальный, городской. Ну, и потом переход, в общем, к какому-то другому, потом ко второму, третьему. Это просто была попытка... Попытка была как-то, в общем-то, он не тиражирует свои работы, найдя какой-то свой стиль, как я говорил, потому что художник по своему обыкновенному, по своему... Найдет он еще свой стиль, дай бог, но обретя свой стиль, художник работает в этом стиле и получает, конечно, от этого... Я считаю, что чем больше я чувствую комфорт, тем больше у меня ощущение приближения к смерти. И поэтому попытка как-то прийти к какому-то формату... Глоток воздуха... Глоток... Выпить воды из другого ручейка, как бы, обретя сначала какой-то момент беспомощности, но потом, как бы, обретая потихоньку, опять приобретая постепенно какую-то силу, уверенность. И все это происходит периодически, стремясь, чтобы почувствовать, в какой картине я умираю еще. И чтобы не умереть, я пытаюсь найти какой-то выход и дальше продолжать какой-то момент другой темы. Но я никогда не знаю, что... Когда это придет и когда это будет, потому что, когда он меня спрашивает, я говорю, я только исполнитель. Это приходит оттуда. Сверху. А я только исполнитель. Сверху. И что он мне опять в очередной раз не поможет, и я опять обрету... обрету уверенность. И как бы... А первая стадия это были, конечно, ощущение беспомощности полной, когда вступаешь в новую фазу, в смысле новую... Когда подходишь к новой теме. Как беспомощный птичек, в общем. А потом, постепенно оперившись, я взлетаю высоко в небо и балдею, и кайфую, короче. А потом начинается опять... Опять все сначала. И поэтому... Это очень не так просто. И поэтому я не за это вырисовала одну картину вот в мою любимую бабушку. Я хочу идти с вами. День сфотографии 9 мая. Потому что... Ну, опять же... Из-за вас, дорогие зрители, еще люди, чтобы вы... То есть, если бы момент вот этой ретроспективы не было, то нужно было, конечно, прийти в самый последний зал и сказать, что я тоже так умею. Поэтому я повесил эту работу с фотографией, как написал там один в один. Чтобы человек задумался, почему я вот так умел и почему я до этого докатился. Понимаете? Ну, или докатился, или дошел до этого. Чтобы он не говорил, что я так умею. Потому что я неспроста к этому пришел, к этой простоте. И вискнул мою выставку и подумал на эту тему, кстати. Спасибо огромное. Я еще раз хочу поздравить всех нас с открытием этой замечательной выставки. Приятного всем просмотра. Спасибо. 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 А здесь такое оригинальное. Оригинальное. Там от души. Я представляю, что художник вдруг раз, что-то его напело. Там еще и он такой образ. с большим, картиной, с большим-большим юмором. Андрей, вы согласны со словами Александра Павловна? Абсолютно. Есть в этом вопрос. Есть что добавить? Конечно. Да. Да нет. В принципе, он все сказал. Как воспринимает вот Александра, это его мнение, ну, мне очень приятно. Мне гораздо приятнее то, что он узнал меня, и что у меня было, как это случайно, ты говоришь, случайностей не бывает. Это все случаи, это очень... Ну, как это, китайцы говорят, случайностей не бывает. Это все оттуда. Уже вот как-то все это... Ну, как-то все это... Это не случайно. Тем более, еще в доме кино, ладно, в художественной галерее. А так он действительно был. Мне просто пригласил в Москве один известный человек, который сейчас ему назвал. Есть такой, и дай бог ему здоровья, Борис Бланк. Бланк, да. Он великий художник, который очень много поставил. Это в кинематографе, это у него работали все классики, кино, Джекар Ханян. Бланк, это известный художник. Кинохудожник. Кинохудожник, да. Вообще-то он еще, кстати, он президент гильдии кинематографии и кино. Да. Большой человек со всеми регалиями. И вот это мой Борис... Они делят там трон с Михалком. Да, и этот Борис Бланк, мы с ним большие друзья, поскольку он уважает мое творчество. И с тех пор мы с ним... А здесь такое оригинальное. Оригинальное, там от души. Я представляю, что художник вдруг раз что-то его напело, там еще и он такой образ с большим... Картины с большим-большим юмором. Андрей, вы согласны со словами Александра? Абсолютно есть в этом... Есть что добавить? Конечно. Да нет. Он все сказал. Как воспринимает вот Александра, это его мнение, ну, мне очень приятно. Мне гораздо приятнее то, что он узнал меня и что у меня было... Как это... Случайно ты говоришь, случайностей не бывает. Это все... Случай... Это очень... Ну, как это... Китайцы говорят, случайностей не бывает. Это все... Это... Оттуда. Уже... Вот как-то... Все это... Это... Ну, как-то все это... Это... Это не случайно. Тем более, еще в доме кино, ладно, в художественной галерее. А так у меня действительно было. Мне просто пригласил в Москве один известный человек, который сейчас ему назвал. Есть такой... И дай бог ему здоровья, Борис Бланк. Бланк, да. Ну, это... Он, это... Он великий художник, который очень много поставил. Это в кинохудожнике, в кинематографе. Это у него работали все классики, это... Джекарханян... Бланк, это известный художник, кинохудожник. Кинохудожник, да. А, вообще-то он еще... Кстати, он президент гильдии кинематографии и кино. Да. Большой человек со всеми регалиями. И вот это мы... Они делят там трон с Михалковым. Да, и Борис Бланк, мы с ним большие друзья, поскольку он уважает мое творчество. И с тех пор мы с ним... Спасибо за субтитры!